Мой доклад о проблеме реальности приватных объектов. Цель нашего доклада на примере мысленного эксперимента Витгенштейна «Жук в коробке», который представлен Витгенштейном в работе «Философские исследования» проанализировать некоторые особенности и аспекты объектности вообще и приватных объектов в частности. Для начала несколько оговорок по поводу термина «приватный объект». Этот термин используется самим Витгенштейном во второй части философских исследований. Правда, в очевидно негативном ключе он советует от идеи приватного объекта избавляться. Также термин «приватный объект» используется товарищем по фамилии Синчук, и вроде это американский исследователь, в статье, посвященной Витгенштейну, которая называется «Приватный объект исследования метода Витгенштейна». Здесь, в рамках моего доклада, мной предлагается вариант буквальной интерпретации мысленного эксперимента «Жук в коробке». Его есть формулировка у меня на следующем слайде. Видно, что слайд изменился? Хорошо. Я его зачитывать не буду для экономии времени. Вот, можно прочитать. Значит, в рамках моей интерпретации «Жук» рассматривается не в качестве приватных ощущений, как это делается в рамках традиционной интерпретации данного мысленного эксперимента. Например, в интерпретациях Строссона, Малкольма, Питчера, Кука, Донагана и других авторов. А в качестве конкретного объекта – вещи, элементы реальности, на которые накладывается ограничение «быть приватным», то есть быть непосредственно доступным внешнему наблюдению только для одного и единственного агента. Важное замечание сразу. Я буду исходить из того, что данное ограничение носит метафизический, а не, например, нормативный характер. То есть я предполагаю, что природа самого приватного объекта такова, что на него накладывается ограничение «быть приватным». В чем конкретно заключается ограничение «быть приватным»? Пусть агент, имеющий непосредственный доступ к приватному агенту, далее буду стараться называть такого агента агентом-владельцем, вот пусть такой агент имеет возможность видеть и ощущать свой приватный объект, а также исследовать его посредством некоторых стандартных процедур, например, измерять его размеры, взвешивать его, определять физический состав и даже фотографировать и снимать этот объект на видео. И пусть агенты, не имеющие непосредственного доступа к этому приватному агенту, то есть агенты, которым непосредственный доступ к нему метафизически запрещен, имеют возможность исследовать этот приватный объект только косвенными средствами, то есть опосредованно. Например, взвешивать его в коробке, определять его приблизительные размеры по размеру коробки, узнавать информацию об объекте со слов агента-владельца, который имеет непосредственный доступ к этому объекту, и даже видеть объект и производимые с ним манипуляции на фото- и видеозаписях. Я, честно говоря, затрудняюсь дать точное описание того, что должно произойти, если кто-то вдруг попытается заглянуть в коробку с чужим приватным объектом. Буду предварительно исходить из предположения, что агент, которому запрещен непосредственный доступ к приватному объекту, не сможет этот приватный объект ни увидеть, ни почувствовать. Теперь подробнее о природе, то есть о свойствах и особенностях приватных объектов. Что можно непротиворечиво говорить или мыслить о приватных объектах? Прежде всего, приватный объект может иметь свойства, и эти свойства могут быть зафиксированы наблюдателем-владельцем приватного объекта. Некоторые из этих свойств, например, свойства приватности, могут быть зафиксированы любым наблюдателем. Приватный объект может претерпевать изменения, и эти изменения могут быть, опять же, зафиксированы наблюдателем-владельцем приватного объекта. Приватный объект может вступать в ограниченный набор отношений с другими объектами и самим наблюдателем. Например, приватные объекты могут быть локализованы в пространстве и времени, могут находиться в коробке, могут подвергаться непосредственному наблюдению со стороны агента-владельца и опосредованному наблюдению со стороны других агентов. Приватные объекты, в принципе, могут вступать в отношения друг с другом, но прямое или непосредственное взаимодействие приватных объектов между собой должно быть признано ненаблюдаемым, если, по крайней мере, речь идет о таких приватных объектах, непосредственный доступ к каждому из которых имеется у разных агентов. Приватные объекты также могут существовать объективно, то есть независимо от познающего объекта, от языка, мышления, восприятия, теоретических допущений. Таким образом, исходя из рассмотренных особенностей приватного объекта, в первом приближении кажется, что, в принципе, непротиворечиво считать приватные объекты вещами или объектами в собственном смысле, так как они могут иметь самостоятельное бытие в пространстве и времени, иметь свойства и вступать в отношения. Но достаточно ли этого, чтобы признать приватные объекты вещами или объектами? И здесь мы переходим к важной проблеме, а именно к проблеме критерия тождества для приватных объектов. Как отмечает один интересный исследователь Эдвард Лоу, ключевой чертой вещественности или объектности в узком смысле является обладание определенными условиями тождества. И в другом месте, в другой работе этот же исследователь отмечает, что быть объектом значит быть сущностью, обладающей определенными условиями тождества. Но, собственно, он не один отмечает данную ключевую особенность объектности или объектов. Многие авторы это делают. Еще известно высказывание Куайна, no entity without identity. И, в общем, Ивит Гинштейн в том числе находится среди таких авторов, для которых наличие или обладание определенным условием тождества является ключевой чертой вещественности. Посмотрим же, возможно ли определить критерии тождества для приватных объектов. В соответствии с традиционными интерпретациями, в рамках которых ЖУК рассматривается в качестве метафоры некоторого приватного ментального состояния, обычно состояния или ощущения боли, определить критерии тождества невозможно. Так, согласно тому же Ивит Гинштейну, установить критерий тождества для объекта значит знать, как его сравнивать с другими объектами, то есть уметь идентифицировать или распознавать этот объект и отличать его от других объектов, а также уметь верифицировать значение слова, обозначающего этот объект, то есть определять корректность использования этого слова или знака в каждом конкретном случае. В отношении приватных ментальных состояний указать критерий тождества невозможно, поскольку отсутствует процедура верификации, а именно процедура интерсубъективной сверки, связи между ментальным состоянием и словом, которое является знаком этого ментального состояния. Но сможем ли мы определить критерий тождества для приватного объекта, если в качестве приватного объекта будет выступать конкретный физический объект, вот как в моей интерпретации. И если еще мы выйдем за рамки некоторых из тех ограничений, которые Витгенштейн налагает на языковую игру с жуками в коробках. Например, у него здесь отсутствует... ну, он не допускает возможности, что каждый может описывать своего жука. Тут вот у него об этом ничего не говорится. Рассмотрим... для того, чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим подробнее понятие критерия тождества. Считается, что понятие критерия тождества было введено в философскую терминологию Готлобом Фреге. И обычно имеют в виду следующий тезис Фреге, где он связывает с критерием тождества значение единичного термина. Вот этот, собственно, тезис. Если мы используем символ А для обозначения некоторого объекта, у нас должен иметься критерий, чтобы определить, для каждого случая является ли Б тем же, что и А. Даже если применить этот критерий не всегда в наших силах. Фреге также предлагает довольно известный пример такого критерия, сформулированный на естественном языке. Это пример о параллельности и направлении прямых. Направление прямой А тождественно направлению прямой Б, если и только если прямая А параллельно прямой Б. Данный критерий тождества строится в соответствии с следующей моделью. Это вот на слайде модель А, где f малая со скобками является функциональным выражением, x, y индивидные переменные, а r выражает некоторое отношение эквивалентности, определенное на области возможных значений переменных. Однако данная модель содержит ограничения, поскольку она применима только для особого класса единичных терминов, а именно для таких единичных терминов, которые формулируются посредством функциональных выражений. То есть, например, направление чего-то, форма чего-то или цвет чего-то. Более универсальный критерий тождества, то есть такой, который применим для любых единичных терминов, может быть построен в соответствии со следующей моделью, это модель B на слайде, где f большой – это общий или так называемый сортальный термин, то есть общее понятие, под которое подпадают конкретные вещи определенного вида, которые можно сосчитать, и где r, заглавное, выражает, опять же, некоторое отношение эквивалентности. Типичным примером критерия тождества, удовлетворяющего данной схеме, схеме B, является аксиома экстенциональности теории множеств, которая формулируется так. Если x и y являются множествами, то x и y равны тогда и только тогда, когда x и y содержат одни и те же члены. Трудность, которая возникает в связи с применением обеих представленных моделей критерия тождества, заключается в импредикабельности, формулируемого в соответствии с этими моделями критерия тождества. Импредикабельный критерий тождества – это такой критерий, который включает ссылку на такую совокупность, которая содержит в себе или которая зависит от тех объектов, о которых в тождестве идет речь. Точнее, о тождестве, о которых идет речь. И это не особо желательно, поскольку импредикабельность влечет за собой опасность того, что при формулировании критерия тождества формулирующий попадет в порочный круг. Но хотя важно отметить, что импредикабельность не обязательно приводит к порочному кругу. Рассмотренные выше примеры критериев тождества сформулированы для абстрактных математических объектов, а именно для прямых и для множеств. Что касается конкретных объектов, то для них, надо признать, довольно трудно сформулировать критерии тождества, которые удовлетворял бы таким же строгим стандартам, которые предъявляются для критерия тождества для абстрактных объектов. Главное затруднение, которое усложняет задачу формулирования критерия тождества для конкретных объектов, это затруднение, в основе которого лежит противоречие между убеждениями относительно тождества и изменчивости вещей. Это же противоречие лежит также в основе так называемых парадоксов тождества, среди которых наиболее известный парадокс статуи и куска глины, корабль Тесея и еще некоторые другие парадоксы. Но я не буду подробно останавливаться на этом вопросе и соображении экономии времени, опять же, хотя этот вопрос довольно интересен и даже важен. В общем, о классификации и стратегиях решения парадоксов тождества можно посмотреть статью Гаспарова. Парадоксы тождества. Существует ли альтернатива стандартной концепции тождества? У меня там будет в конце слайд со списком литература, в общем, если кому-то интересно. Так вот, в связи с описанным затруднением не всегда ясно, что именно нужно выбрать в качестве отношения эквивалентности R в соответствии со схемой B для тех или иных конкретных объектов. В качестве возможных вариантов можно перечислить следующие. Состоять из тех же частей, иметь ту же структуру, иметь те же функции и так далее. Ну, собственно, можно ли, в принципе, сформулировать критерии тождества для конкретных приватных объектов? Вот по этой схеме B. Представляется, что для этого нет препятствий. Например, если наш приватный объект идентифицируется нами как суслик, мы можем сформулировать для него следующие критерии тождества. Если X и Y являются сусликами, то X и Y тождественны тогда и только тогда, когда X и Y имеют одну и ту же физическую организацию. Ну, например. И прежде чем перейти к выводам, необходимо рассмотреть еще один важный вопрос, а именно вопрос, с чем именно можно сравнивать приватные объекты и какие особенности будет иметь соответствующая процедура сравнения. Здесь возможны две гипотезы. Первая гипотеза. Мы можем сравнивать приватные объекты только с другими приватными объектами. Вторая гипотеза. Мы можем сравнивать приватные объекты с любыми объектами, как приватными, так и неприватными. В отношении первой гипотезы уточним, что непосредственное сравнение приватных объектов между собой возможно только в том случае, если речь идет о таких приватных объектах, В объектах непосредственный доступ к каждому из которых имеется у одного и того же агента. Что касается таких приватных объектов, непосредственный доступ к каждому из которых имеется у разных агентов, то сравнивать такие приватные объекты между собой непосредственно невозможно. Для таких объектов допустимы только опосредованные процедуры сравнения. Например, сравнение по словесным описаниям, сравнение по фото-видеоизображениям, сравнение по весу коробок и тому подобное. Вторая гипотеза в этом отношении накладывает меньше ограничений, так как непосредственное сравнение приватных объектов с неприватными объектами допустимо и возможно в любом случае. Вместе с тем важно отметить, что в отношении обеих гипотез, как первой, так и второй, не существует интерсубъективной процедуры непосредственного сравнения некоторого приватного объекта с любыми другими объектами, как приватными, так и неприватными. То есть доступны только опосредованные интерсубъективные процедуры сравнения. То есть, опять же, сравнение по словесным описаниям, по изображениям и так далее. И к выводам. Во-первых, представляется, что для конкретных приватных объектов все же можно сформулировать критерии тождества, поэтому непротиворечиво считать конкретные приватные объекты реальными объектами или вещами. И, во-вторых, для конкретных приватных объектов допустимы только опосредованные интерсубъективные процедуры сверки, что при дальнейшем и более глубоком анализе может оказаться серьезным ограничением. Вот, на этом все. Вот у меня слайд со списком литературы. Пожалуйста, если есть вопросы. Ну, я тогда задам. Меня ведь слышно сейчас, да? То есть, это пока я отключил себя. У меня терминологический вопрос. Равенство и тождество все-таки здесь нигде не путаются. Я вот следил, мне бы казалось, что есть проблема. Может быть, есть, но я исходила из синонимичности данных понятий. То есть, я бы могла где-то поменять. У меня в примере, да? Если синонимичность, тогда такое отношение имеет к всему равенство. Какая акция? Критерии равенства по лейбинцу, например. Ну, то есть, если они одинаковыми свойствами обладают, то они равны. Ведь для того, чтобы быть тождественными, достаточно бинарно. Ну, чтобы отношение к данным отношениям тоже достаточно обладать с эффективностью, синонимичностью, транзитивностью. И так как у нас возникает разъединение класса на подклассы, тождественных элементов, и с примерами с физиками, это об этом и говорится. То есть, если это все-таки различные два животных, то, в принципе, при определенных обстоятельствах есть причина отнести к одному классу. В этом отношение не будет эквивалентное. А равенствий двух разных животных он не будет. То есть, равенство будет, полагающего на один и тот же объект. Ну, в общем, если что, то у меня про тождество. Про тождество, не про равенство, да. Да, ну да, если синонимичность, то тождество. Но вот это уже скипитали для тождества по поводу того, что если они обладают одинаковыми свойствами, то они тогда тождественные. Ну, да, будут тождественные, потому что из равенства тождество следует, но наоборот, они следуют. Объекты могут быть тождественными, не обладая полнотой совпадений свойств. Вот в каком-то смысле мы все с вами, находясь в данной аудитории, тождественные. И по тождественным, где находятся они тождественные. Потому что у них нет такого свойства, слышать нас не по зуму. Ну, тут это проблема, тут надо разобраться. Я так не вмешиваюсь, просто терминологический вопрос. Да, пожалуйста, если есть еще вопросы. Можно я чуть-чуть. Да, спасибо Алексею, что вот у меня был аналогичный вопрос. Избавили меня от необходимости его задавать. Ну, действительно, это интересно. Можете просто привести пример приватного объекта? Что вот это вот? Ну, очень я хорошо разбираюсь. Можно мне звук включить? Да, я тоже думала, какой можно было бы пример привести. Мне ничего такого в голову не пришло, кроме как призраки, которые являются только одному конкретному человеку. То есть это какие-то странные объекты. Хотя призраки... Можно ли считать призраков конкретными объектами? Я не знаю. Ну, это напоминает разговор с Ведригайловой и Раскольниковой. Да, вполне, конечно, можно. Да, там аргумент с Ведригайловой хороший был. Помните, да? Ну, не будем уговориться. А можно ли ментальное состояние рассматривать как объект? Ведь если можно, то тогда... Ну, всякое ментальное состояние в классическом подходе это приватный объект. Да, ментальное состояние рассматривается как приватный объект у Витгенштейна. Я рассматриваю конкретные приватные объекты. Ментальные состояния не являются конкретным объектом. Да, Витя? Ну, я могу представить себе конкретное ментальное состояние. Например, боль от того, как я, например, тыкаю ножом себе в кисть. Я всегда называю это состояние боли, которое возникает в этом случае, я называю его Володей, например. Это конкретный объект. Соответственно, я к нему... Ну, это индивидуумы некоторые. И я всегда к нему отсылаю именно по этому именю. По-моему, вполне себе конкретный объект. Да, но он не существует в пространстве. Пегасы тоже есть в пространстве. Что? Я говорю, Пегасы тоже есть в пространстве. Да, и в этом смысле они абстрактные объекты. Вот, а меня абстрактные объекты не интересуют. Меня интересуют конкретные объекты. Ну, с абстрактностью Пегасов некоторый вопрос возникает. Ведь если мы берем классическую классификацию понятий на абстрактные, конкретные и так далее, то Пегас — это конкретный объект, просто не существующий. То есть он как бы может гипотетически иметь координаты в пространстве и времени, просто не имеет. А, допустим, число 2 не может иметь таковых координат. И поэтому число 2 абстрактное, а Пегас, ну, предполагается, что он не абстрактный. Если бы Пегасы имели, действительно имели пространственные характеристики, то они бы могли быть приватными конкретными объектами. Если бы их наблюдал кто-то, только один агент, тогда мы бы рассматривали такие объекты. В данном случае мы бы рассматривали. Я начинаю подозревать тебя в актуализме. Говорю, я начинаю подозревать тебя в актуализме, что, в принципе, неплохо. Тогда я еще включу вашу дискуссию. Смотрите, это к Вике сразу вопрос, и к Илье тоже на рассуждение придумать. Просто если мы говорим, что у конкретного объекта должны быть обязательно пространственные характеристики, то значит, что у абстрактного объекта пространственных характеристик нет. Если у абстрактного объекта есть трансферный характеристический объект, то это определение лета в будущем. То есть у абстрактного объекта, он по определению лета в будущем должен быть доступ как минимум у двух агентов. Потому что вот все физические объекты, которые есть в нашем мире, у нас легче хотя бы чисто теоретически есть к ним доступ. Пусть мы там и не находимся в Африке, но теоретически если мы там увидим жука в Южной Африке, мы приедем, то мы его увидим. В данном докладе я конструирую такие физические объекты, которые могут быть доступны наблюдению только для одного агента, а для двух и более не могут быть. И рассматриваю, изменится ли что-то с точки зрения применимости к таким объектам критериев тождества или нет. Ну то есть будут ли такие приватные физические объекты чем-то радикально отличаться от приватных ментальных состояний или нет. И мой-то вывод промежуточный, предварительный, что да, могут отличаться, потому что для приватных физических объектов мы можем сформулировать критерии тождества. Другое дело, что интерсубъективных непосредственных процедур сверки или процедур сравнения мы провести не можем. То есть сравнить вот этот конкретный физический приватный объект с другими обычными физическими объектами того же вида, например. Вот наш суслик и другие суслики. Наш суслик и нашего суслика можем видеть только мы, а других сусликов могут видеть все. Вот мы, если я могу видеть приватный объект и сравниваю его с другими объектами, я могу непосредственно процедуру сверки произвести. Другие агенты не смогут этого сделать. Только такое ограничение остается. Ну, тогда получается, что у тебя несколько другая трактовка свойства приватности у объекта получается, нежели бы мы обычно ее трактуем относительно ментальных состояний, да? В чем различие? Ну, потому что если мы принимаем свойства приватности только к ментальным состояниям, мы автоматически задаем, что только один агент может иметь к ним доступ. То есть вообще никак. У них нет, опять же, контрационных характеристик, это не физический объект, и поэтому он публичный. А получается, что даже вот этот суслик, пусть он приватный, пока, чисто теоретически, он в данном моменте может перестать быть приватным. Приду я и посмотрю на твоего суслика. Ничего же не ограничивает меня от того, чтобы прийти и посмотреть на твоего суслика. Какого-то дополнительного сверхсвойства у него уже нету, которое обеспечивает ему это свойство приватности? Кроме самого свойства приватности, которое я гипотетически предполагаю обязательным для данных объектов. Причем метафизически обязательным, а не, допустим, в правовом плане, что ты просто не можешь посмотреть мою коробку с моим жуком. Даже если ты посмотришь, ты там ничего не увидишь, и взаимодействовать с ним непосредственно не сможешь. Но, например, если ты возьмешь его в закрытой коробке, ты сможешь эту коробку взвесить, а потом взвесить пустую коробку, и таким образом получить информацию о весе данного приватного физического объекта. Это не настоящий объект. Гипотетически, с точки зрения, исследовать аспекты, особенности объектности как таково. Гипотетически, с точки зрения, исследовать аспекты, 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 аспекты.